Сегодня прошло заседание Кабинета Министров. Перед началом глава Чуваши прокомментировал указ об основных направлениях бюджетной политики Чувашской Республики на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, который он подписал утром. Указ позволит повысить эффективность госпрограмм, которые действуют в республике. Планируется сократить неэффективное расходование бюджетных средств. Для обеспечения темпов роста экономики должно быть продолжено создание комфортных условий для развития бизнеса и деловой активности. Для обеспечения темпов роста промышленного производства продолжится работа по созданию комфортных условий для открытия новых предприятий, стимулирования инвестиционной активности и делового климата, дальнейшего развития малого и среднего бизнеса. В то же время следует усовершенствовать процедуру отбора инвестиционных проектов, ужесточить контроль за их реализацией, повысить качество проектно-сметной документации. Согласно закону необходимо сократить неэффективные расходы, улучшить работу по оптимизации доходов и улучшению предоставления госуслуг. Важно, заметил глава, нанимать на работу квалифицированные кадры. На заседании кабинета министров утверждены также правила предоставления субсидий автономной некоммерческой организации «Центр прототипирования инновационных разработок». Центр некоммерческий, его основная социальная нагрузка ложится на то, чтобы оказывать услуги, и они, как правило, направлены не на развитие центра, а именно по льготным ставкам для поддержки предприятий. Поэтому мы планируем закупить дополнительное оборудование и увеличить размах оказываемых спектр поддержки, оказываемых и количеств организаций, которые могут воспользоваться услугами данного центра. Я оцениваю положительно, но, однако, на те моменты, на которые вы обратили внимание, на частные случаи, безусловно, нужно уделить особое внимание этим частным случаям. 52 земельных участка площадью более 30 гектаров, расположенные в разных районах республики, переведены из земель-сельхоз назначения в земли промышленности, энергетики и транспорта. Там либо уже построены, либо планируется построить участки федеральной трассы М-7. Проектом постановления предусматривается перевод земельных участков из земель-сельхоз назначения в землю промышленности и иного специального назначения общей площадью более 30 гектаров. Участники заседания также внесли изменения в республиканскую государственную программу развития потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышения экологической безопасности. И обсудили меры по организации и осуществлению на территории Чувашии мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.